Первое воскресенье в Исаакиевский собор собрались помолиться тысячи петербуржцев, и не только взрослых. Больше трех тысяч воспитанников воскресных школ города приняли участие в ставшей уже традиционной детской литургии. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии. Богослужение украсили пением хор Исаакиевского собора, сводный хор православной молодежи и детский хор Владимирского собора. Дети читали часы и стихи третьего антифона, но, конечно, самым радостным событием стал крестный ход. В 17 веке в столичном праздновании вербного воскресенья принимали участие представители светской и церковных властей. Архиерейский крестный ход сопровождался шествием на осляти. При императоре Петре I шествие было упразднено. Спустя более 300 лет, в 2014 году традиция возродилась. Для юных участников крестного хода были доставлены 3000 пальмовых ветвей. И после молитвенного шествия и пения в соборе, величания празднику, митрополит в Арсенофии произнес архипастерское слово. Господь благословил детей. Он просил, чтобы молились родители о детях. Потому что, как родители в детскую душу вложат, что, то и будет прорастать всю жизнь. В еврейских семьях воспитывалась вера в грядущую в Мессию. Дети знали, что скоро придет Мессия. И когда они пришли в храм, когда пришли встречать Христа, они увидели Мессию как раз в Спасителе. Мы должны делать то, что хочет от нас Господь. Если это храм, в него нужно приходить и молиться в нем. Особенно важно приводить детей. Потому что первая ступень спасения для них, когда они переступают порог храма, сказал владыка. Нужно причащать почаще детей, воспитывать их, чтобы они устрояли свою жизнь над твердым каменем веры во Христа. Поэтому сегодня благодарю всех родителей и всех детей, которые пришли в наш собор. И хочу пожелать вам помощи Божией в дальнейшем вашем росте, духовном воспитании. Владыка поздравил всех с окончанием Великого Поста и началом Страстной Седмицы. Помогай Господь нам всем пройти эту Великую Седмицу и встретить достойное Светлое Христово Воскресение. Аминь. Еще долго не расходились прихожане храма. Всем хотелось пообщаться и поделиться великой духовной радостью Божественной Литургии. Светлое Христово Воскресение Светлое Христово Воскресение